Привет! И у нас утро, и утро, как говорится, уже солнечное. Ну и все, наша дорогая гостья уже домой, нагостевалась. Вот, сейчас поедем. Практически были дожди постоянно, и просидели почти в доме. Вот так, не повезло нам с погодой, но ничего, там появилось чуть-чуть время, было, солнышко проскочило один раз, мы успели и покупаться, даже Мила там и поныряла, и поплавали на досточке, так что покажу еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отвез я Милочку, но без приключений так просто не получилось, а нам без приключений жить нельзя, да? Вот так, я же рассказывал, у нас практически через день, ну раз в неделю точно какая-то случается поломка, это какая-то точно черная полоса. У нас тут, слава богу, не бомбят, но вот так, значит мы вот так отрабатываем. Уже переломалась, я и говорил, все что могло, ну с машиной вы же знаете, радиатор протечка там, так, у меня шла баум, значит надо пригнуться, вот так открывать для себя не буду. Все время шли дожди практически, чуть-чуть там на полдня прояснилось, поэтому машина у нас здесь, потому что я не выедуш, если прошел дождь, тут же глина, как масло получается. Вот здесь все, и накануне я за день все проверил, все завел, все нормально, то что радиатор протекает, жидкость я заливал для заделки трещин там и так далее, то что пишут, херня полная, ну не знаю, может это такая жидкость попалась мне, вот, ничего оно не заделал, радиатор как протекал, так он и протекает. Его надо менять, вот, ну ладно, с радиатором, это само собой, ну все проверил, долил туда водички, мы на воде едем, ездим пока, вот, ну антифриз то тоже водой разбавляется, у меня купил же концентрат, он тоже разбавляется водой, вот, доливаю водичку, пока морозов то нету, все нормально, ну ладно, Это мы исправим с радиатором, уже посмотрел, что и как, и как поменять, я и сам мог бы ее поменять, конечно, мороки будет на день-два, наверное, не разобрать, специалисты разберут очень быстро, но это такое дело. И вот, сегодня же утром мы собирались отвозить Милу, водичка там нормально, долил, я за день еще все проверил, прогрел полностью, ну не уходит, стоит, ну прокапывает, ну за двое суток сколько может там прокапать, не знаю. Вот, опять сегодня все долил, все нормально, ну, и вот, вот посмотрите на колесо и посмотрите расстояние, вот, видите, ну это нормальное, как говорится, состояние, а потом у меня там есть нормальный режим и есть высокий, низкого нету, это нормальный режим, как раз пневматическая подвеска, высокий он еще поднимает где-то вот так, вот, не знаю, на каком он сейчас остановился, это такое дело, когда двигатель запустить, это нормальный, ну пускай даже и высокий, и посмотрите на вот это колесо, видите, где колесо, вот, вот где его обод, и вот это должно быть еще вот так выше, вот точно так, как там, видите, насколько выше от самого колеса, и вот колесо, вот, вот колесо, значит, вот этот край должен быть вот так еще выше, то есть должно быть поднятым, ну и здесь то же самое, видите, и что получается, а получается, смотрите, какой клиренс, вот, вот колесо, а вот днище, три, четыре пальца даже не помещаются, вот три, ну, буквально коробок спичек, а вот тут еще бризовичок какой-то стоит, вот, три пальца даже не заходят, а вот смотрите, видите, все, клиренса никакого, передок отлично держит, а вот зад вот так сел, двигатель то не запущен, оно накачало и все держит, видите, все нормально, а потом можно регулировать нормальный режим или высокий, когда ямы у нас там в селе в одном, очень большие ямы, я включаю, естественно, высокий режим, и там поднимается довольно сильно, и никогда не достаешь днищем, но вот тут по ямам, как можно проехать, посмотрите, малейшая яма, и я уже черкаю, видите, днищем, опустилась полностью, до этого приехали, все нормально, так, еще не все нормально, это все началось еще с привоза мелочки сюда, мы приезжали, ну, мало того, что там у нас с водой проблема, она уходит, я периодически смотрю, чтобы температура не повышалась, если чуть-чуть начала повышаться, я сразу под капот и смотрю, что уровень упал, ну, уровень не показывает, а температуру показывает, и я доливаю водичку, ну, мы так поехали, так я уже ездил, пока радиатор не поменяется, мы так и ездили, ну, ладно, с этим все нормально, они обратил внимание, что вот, вот так, вот так находится эта подвеска, мы поехали, поехали, а там с горки спускаться, а дорога тоже неровная, там тоже кочки, они не сильные, но кочки, мы спускаемся, а я, слышу, поднищу, чирк, что-то какой-то, блин, я сразу типа по тормозам, и потихоньку-потихоньку скатился с горки, и сразу мы остановились, а я давай смотреть, а смотреть, а что смотреть, вот, вот так, видите, вот точно, вот так должно быть здесь, а здесь, видите, где колесо, вот, а дальше там ямы, и ухабы побольше, когда я включаю высокую подвеску, да, без проблем, мы по таким ямам ездили, и отлично все ездит, а тут все, нормальный режим даже не выходит, не то, что высокую подвеску включать, ну, все, 100 метров проехали, развернулись и назад, говорю, мила, мы не едем, так что ты здесь застряла на недельку, наверное, вот, а потом, я же за рулем смотрю вперед, она мне сзаду, она сзаду, сидела, говорит, а ты не видел мое лицо, как я услышала это, говорю, мила, не переживай, мы найдем метод, как тебя доставить туда, и все, значит, сегодня, что получилось, вернулись мы сюда, я искал вариант, как нам доехать до райцентра, а не то, что в областной центр, в областной центр, с райцентра доехать, и, в принципе, проблем нету, а вот сюда автобус, оказывается, он сегодня воскресенье, он не ходит, он будет только во вторник, и там еще какой-то день есть, и их и два только ходит, но это на время войны, вот так, ходил каждый день, и 3-4 раза вроде в день, и, благо, сосед вот здесь, у него есть машина, я уже хотел заказывать, у меня там еще осталось чуть-чуть бензина, говорю, я, может, бензин ему дам, ну и попросите отвезти в райцентр, а там мы уже сами доберемся, он говорит, а я через полчаса где-то еду со своими в райцентр, говорю, у вас будет местечко для меня и для Милочки, ну, говорит, одно местечко есть, но Мила у меня на руках сидела, и он нас довез до райцентра, а там мы пошли, у нас там есть точка, где там маршрутки все останавливаются, и там куча автомобилей, не таксистов даже, это частники, которые подрабатывают, мы туда подходим, а там четыре машины стоят, и первый этот уже два человека нашел и ждет еще, и мы два, а вас двое, говорит, да, двое, все, садитесь, поехали, мы через 15 минут и уже в областном центре, и все, Милочку я доставил, и все хорошо, ну и вернулся подобным образом, он ловил, как говорится, автомобили, но что-то они не словились, не было там, а ехала маршрутка, маршрутка там сейчас тогда, когда через 15-20 минут что-то ездили, вот, то минут 40 они ездят, но мне попало, что я где-то подождал минут 10, наверное, и едет маршрутка как раз сюда, я на маршрутку сел, но она там еще в одно село заезжает, чуть дольше, чем на машине, я приехал, и вот этот сосед, который нас отвозил туда в райцентр, а я перед этим его спросил, говорю, а вы когда назад, потому что я на Черкассе и назад буду возвращаться, а добираться-то некак, автобусы не ходят, и таксисты не очень хотят сюда ездить, а тем более с бензином проблемы, вот, он говорит, я буду, я не знаю когда, когда с Черкасс приедешь, перезвони мне, я приезжаю, только вышел с автобуса, перезвонил, говорит, а я еще в райцентре, говорю, как мне повезло, все, и он меня и назад привез, благодаря соседу, отлично, не знаю, что тут и как будет, если проблема не устранится, я, кстати, и сброс сделал, клемму снимал с аккумулятора, это само собой, а там есть колодочка сервисная, в которой можно там закоротить некоторые контакты, происходит общий сброс, уже такое иногда помогало, была какая-то другая проблема, и все восстановилось, и все отлично работало, я уже сделал и сброс, и ни хрена, видите, вот так, а если вот так, то я на СТО, ну, в областной центр, естественно, надо ехать, не доеду, если была идеально ровная трасса, то я потихоньку, конечно, доехал, ну, такие ухабы, как у нас, перед райцентром в селе, а там не знаю, теперь, кто поремонтирует, и когда перемонтирует, там такие ухабы, не доедем, вот так, все нормально, никогда не достает, ну, я на высоком по ухабам, езжу, и все отлично, а тут все как ламборджини, да, правильно высказался, вот так, что где-то чуть-чуть какая-то неровность дороги, она ни с чем сразу черкает, ну, вот тут вот так, посмотрим, если не восстановится, получается, надо будет заказывать эвакуатор, вот такие пироги у нас, ну, что, заведем, а вдруг она сейчас поднимется, попробуем завести, все, запустилось, все как бы отлично, и главное, что не выдает никаких ошибок, передняя подвеска, то она нормальная, вот так заводишь, она должна подняться на нормальный уровень, у меня уровень тут, он, видите, high стоит, вот, высокий уровень, есть режим амортизаторов комфортный, есть нормальный и есть спорт, спорт это жесткие, нормальный, ну, нормальный, а комфортный, она прямо как плывет над дорогой, я включаю комфортный, мягкий амортизатор и все нормально, по ямам я быстро не еду, поэтому сильно не качает, зато потом плавно, как, как по воде плывешь, не работает ни то, ни другой, не он, видите, он стоит, высокий уровень, ну, ошибка, это у меня датчики в шинах стоят, давление оно меряет, и сейчас там уже, сколько, больше десяти лет, там литиевые аккумуляторы, они где-то, батарейки, лет десять назад, и они уже тут пропадают, потихоньку, их надо менять, я их не менял, зимняя, летняя резина, там свои, есть, иногда переставляешь, там все работает, ну, и там, и там уже надо менять, пока не менял, но это, как бы, ни на что не влияет, ты просто в салоне не видишь давление шины, а так из салона еще видно, а, еще же еще не все рассказал, мы ехали, Милу сюда привозили, и не знаю, что словил, но, похоже, даже ничего не словил, может, там какой-то камушек был, горбик, потому что колесо спустило моментально, просто моментально и на ободе, мы только переехали какие-то ямы, и, и потом, что такое, я бегом это, вот это колесо, полностью пустое, поменял, снял, посмотрел, ну, это на шиномонтаж надо ехать, само собой, посмотрел, а там ничего, в нем абсолютно ничего, возможно, как-то наехало, что оно сорвало с диска, это же бескамерка, и оно быстро очень спустило, это, кстати, запаска у меня стоит, поставил запаску, и теперь у меня запаски нету, там, вот это колесо стоит, так что надо еще на шиномонтаж, но это ладно, но она не поднимается, видите, вот она, как сидела вот так, колесо вот тут, еще выше, как машина должна подняться, она на четверть, явно должна подняться, вон край колеса, видите, где, вот, вот край колеса, он сколько сюда зашел, и еще, вот этот край корпуса, должен подняться на вот столько, вот, ну, вот как там, видите, это нормальное состояние, а здесь пипец, как можно куда-то ехать, видите, все, малейший камушек, малейшее, это выбоина, умятина, где-то неровная дорога, все, и мы этим черкаем днищем, все, не поднимается, так что вот такая у нас, ребята, херня, если что-то не восстановится, я еще раз попробую сбросить, придется заказывать эвакуатор, я не доеду, а с передком отлично, вот, все отлично, ну, а на сегодня, в принципе, вся информация, так что, смотрите нас, будет еще много чего интересного, на сегодня пока, всего наикращего вам, и слава Украине, все будет добре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok